Здравствуйте дорогие садоводы! Вы смотрите канал Сад для Души и сегодня мы поговорим о том, что нужно сделать для рассады в апреле для того, чтобы она нас отблагодарила отменным, нескромным урожаем. Прежде всего рассаду нужно распекировать, если вы еще этого не сделали. Вот в таких стаканчиках у меня высажены, распекированы рассады. Это вот точно 300 граммовые стаканчики. Если вот такие низкорослые томаты, и вы будете их высаживать за месяц до высадки в грунт, вполне сойдут и 200 граммовые стаканчики, особенно если место на подоконнике не резиновое. Прежде чем пикировать рассаду, отвозить ее на дачи и тем более высаживать в грунт, ее нужно избавить от возможного стресса. И как раз в этом поможет препарат МБИО. Надолго хватает флакончика. Здесь живые микроорганизмы для любителей органики. Поэтому не забывайте его зимой на даче. Он не должен попадать под минусовые температуры, иначе микроорганизмы погибнут. Итак, обрабатываем рассаду. Опрыскиваем. Поливаем рассаду за 2 недели до высадки. Особенно огурцов, арбузов, дынь, кто выращивает тех растений, которые склонны к корневым гнилям. Когда идет вот такое увядание растения, проливаем почву препаратом МБИО. Как действует этот препарат? Вот эти живые микроорганизмы, которые здесь есть, оказываются в почве. Поглощают всю бяку, все те споры грибковых болезней, которые вызывают те самые болезни, которые так отравляют жизнь сцедоводу. И почва оздоравливается. В серии М препаратов, кстати, я оставлю вам ссылочку, посмотрите. Там еще и уходовые препараты, за домом, экологически чистое мыло и много-много всего интересного, которые не содержат никаких химических микроэлементов. Итак, М5. Вот так выглядит препарат. Посмотрите. Им опрыскивают от вредителей и от болезней. И всю рассаду. Вот паутенный клещик, трипс, белокрылка, тля. Да, особенно если вы уже начали собирать урожай, никаким карбофосом здесь, конечно, пользоваться нельзя. Вот берите на заметку М5 препарат, и им же опрыскивают плодовый сад до распускания почек и осенью после полного листопада для профилактики болезней и вредителей. Не переключайтесь, это еще не все, что нужно сделать с рассадой в апреле. Пока возьмите на заметку вот такой препарат ОФМ отруби. Потрясающий препарат. Ускоряет в разы компостирование. Если у вас есть модный нынче, кстати, компостер дома, на кухне, для зимнего компостирования, он вам также подойдет. Для чего еще нужно ОФМ отруби? Готовите почву для пикировки, для посева рассады. Особенно если у вас рассада, как у меня, часто страдает от черной ножки. Вот только она взошла и легла. Вот это действие черной ножки. За неделю до высадки рассады смешайте в нужной пропорции вот этот препарат ОФМ отруби с землей. Можно прямо в пакете это сделать. И высаживаете рассаду или вытеваете семена вот такую заранее приготовленную почву. Вообще, апрель это такой момент, когда рассада должна уже пережить пикировку, взбодриться и максимально развиваться. Но это и сложный в то же время период для рассады, когда она томится в неволе и отсюда появляются различные грибковые заболевания. Ей уже не хватает освещения под лампами. Поэтому в апреле у меня вся рассада переезжает, если не на дачу еще, то на застекленную лоджию, на откидные подоконники. Сейчас там стоит пеларгония, но придется ей уступить место рассаде, потому что никакие лампы не сравнятся с действием солнечных лучей. В сочетании с препаратами М-Био на нашу рассаду, вот это то, что нужно сделать для рассады в апреле. Отлучить ее от ламп, все. И электроэнергию сэкономите, счета за электричество, и рассада у вас будет в разы здоровее. Обязательно посмотрите вашу рассаду на момент вредителей. Если они есть, также воспользуйтесь препаратом из серии М-препаратов для борьбы с вредителями. Кстати, по поводу пикировки рассады в апреле. Если она выглядит примерно вот так, а до высадки у вас 2 недели, а то и меньше, вот такую рассаду уже можно не пикировать, а уже высадить сразу на грядке. Таким образом вы сможете избежать ненужной пересадки, после которой рассада 1-2 недели затормаживается в росте. В зависимости, кстати, от сорта. Коллекционные сорта могут хуже переносить пикировку. И попадет уже у вас в естественные природные условия, на свободу. Поэтому подумайте, если прям вам скоро высаживать, если вы находите южнее, чем я, то уже и не имеет смысла пикировать вот такую рассаду. Сразу лучше высадить на волю. Препаратами МБИО я уже пользуюсь третий год, поэтому могу смело вам их рекомендовать. Оставляю ссылочку. Смотрите, изучайте. Это действительно новое, эффективное слово в цветоводстве, цветоводстве и огородничестве. С вами была Светлана Самойлова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok